Трегонометрические тождества А также продолжите закреплять навыки применения основных тригонометрических тождеств при решении задачи Начнем с решения следующей задачи Нам дан прямоугольный треугольник АВС с прямым углом С и катетами АС равным 3 и ВС равным 5 Необходимо найти косинус угла А и из четырех предложенных вариантов ответа выбрать верный По определению косинус угла А это и есть отношение прилежащего катета АС к гипотенузе АВ Зная, что АС равно 3, мы запишем это значение в числитель Чтобы найти АВ, мы воспользуемся теоремой Пифагора Тогда АВ это и есть корень квадратный 3 в квадрате плюс 5 в квадрате Вычислим значение подкоренного выражения и мы получаем значение косинуса угла А равное дроби 3 делить на корень квадратный из 34 По заданному рисунку найдем синус угла В Синус угла В по определению это отношение катета АС к гипотенузе АВ Зная, что катет равен 3, мы получаем следующее равенство АВ это опять корень квадратный из суммы квадратов 3 в квадрате и 5 в квадрате И тогда вычислив значение, мы получаем значение синуса угла В равное 3 делить на корень из 34 По заданному рисунку найдем тангенс угла А Тангенс угла А это и есть отношение противолежащего катета ВС к прилежащему катету АС То есть это и есть дробь 5 в третьих В рассмотренном примере мы убедились в том, что синус угла А равен косинусу угла В То есть если синус угла А это и есть отношение А на С Косинус угла В это тоже самое отношение А делить на С Тогда синус угла В будет равен косинусу угла А Если мы рассмотрим прямоугольный треугольник АВС с катетами АВ Гипотенузой С и острыми углами α и β То мы можем воспользоваться свойством Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусам Тогда угол β это и есть разность 90 градусов минус α Значит, если синус α равен а делить на С Косинус β равен а делить на С То синус α равный косинусу β Мы можем записать следующим образом Косинус 90 градусов минус α равно синус α Аналогично для синуса 90 градусов минус α Мы получаем равенство косинусу угла α И два этих равенства также являются тождествами Рассмотрим треугольник ABC AHI В треугольнике ABC мы найдем косинус β Косинус β это и есть отношение прилежащего катета АВ к гипотенузе АС То есть отношение 4 к 6 равное 2 третьим Теперь найдем косинус β в треугольнике AHI В данном случае косинус угла В это и есть отношение катета АН к гипотенузе ААЙ И при этом мы видим, что катет АН равен 6 Гипотенуза ААЙ равна 9 То есть мы получаем отношение 6 к 9 равное 2 третьим Но при этом мы видим, что длины сторон этих треугольников были разными Однако значение косинуса угла осталось тем же самым Значит функции синус, косинус, тангенс, катангенс угла Зависят только от величины угла И рассмотрим решение следующей задачи В треугольнике ABC с прямым углом С известно, что косинус угла А равен 7,25 Нам необходимо найти косинус угла В Зная, что синус угла А равен косинусу угла В И синус угла В равен косинусу угла А Мы получаем синус угла В равный 7,25 Тогда воспользуемся основным тригонометрическим тождеством И записываем его в следующем виде Синус квадрат В плюс косинус квадрат В равно единице Отсюда косинус В мы найдем следующим образом Извлечем из-под квадратного корня разность 1 минус синус квадрат В Подставляем известное значение синуса угла В И мы получаем равенство, в правой части которого нам дан корень И подкоренное выражение 1 минус 7,25 в квадрате Вычислив данное значение, мы получаем косинус угла В Равен квадратному корню из 576,625 Извлекаем значение 576,625 из-под корня Тогда мы получаем косинус угла В равный 24,25 Докажем, что для острого угла альфа Выполняется равенство тангенс 90 минус альфа Равно катангенс альфа Для этого мы рассмотрим прямоугольный треугольник С катетами АВ, гипотенозой С и острыми углами альфа и бета Также воспользовавшись свойством суммы острых углов Прямоугольного треугольника равной 90 градусам Мы получаем альфа плюс бета равное 90 градусам Отсюда бета равно 90 градусов минус альфа И нам необходимо доказать, что тангенс бета равен катангенсу альфа Тангенс бета – это и есть отношение противолежащего катета В К прилежащему катету А И катангенс альфа – это отношение прилежащего катета В к противолежащему катету А. То есть мы видим, что тангенс β – это и есть В делить на А. Катангенс альфа – это и есть В делить на А. Значит, равенство тангенс 90 градусов минус альфа равно катангенс альфа является верным. Также это еще одно тригонометрическое тождество. Докажем, что катангенс 90 градусов минус альфа равно тангенсу альфа. Доказательства мы проведем аналогичным образом. То есть воспользуемся тем, что сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусам. И докажем, что катангенс β равен тангенсу альфа. Катангенс β – это и есть отношение А на В. Тангенс альфа – это то же самое отношение А делить на В. Значит, катангенс 90 градусов минус альфа равен тангенсу альфа. Упростил следующее выражение. Тангенс 90 градусов минус альфа умножить на синус альфа плюс косинус альфа. Мы уже знаем, что тангенс 90 градусов минус альфа – это и есть катангенс альфа. Значит, мы катангенс альфа умножаем на синус альфа и прибавляем косинус альфа. Но катангенс альфа мы можем записать как косинус альфа делить на синус альфа. Тогда мы получаем следующее выражение. И выполнив умножение, мы получаем следующую сумму – косинус альфа плюс косинус альфа. И получаем 2 косинус альфа. Упростим следующее выражение. Тангенс 90 градусов минус альфа умножить на косинус 90 градусов минус альфа и разделить это все на косинус альфа. Тангенс 90 градусов минус альфа – это и есть катангенс альфа. Косинус 90 градусов минус альфа – это и есть синус альфа. Тогда в числителе мы имеем произведение катангенс альфа на синус альфа. Теперь катангенс альфа мы запишем как косинус альфа делить на синус альфа. И, выполнив умножение в числителе, мы получаем дробь косинус альфа делить на косинус альфа. И данная дробь принимает значение, равное единице. Упростим следующее выражение. 1 плюс 2 синус альфа умножить на косинус альфа разделим на квадрат суммы синус альфа и косинус альфа. При этом мы знаем основное тригонометрическое отождество. Синус альфа плюс косинус альфа равно единице. Значит, единицу мы представим как синус альфа плюс косинус альфа и прибавим 2 синус альфа на косинус альфа. При этом обратим внимание на числитель. В числителе нам дана формула квадрата суммы двух выражений. То есть мы запишем числитель как квадрат суммы синус β и косинус β. Тогда мы видим, что числитель и знаменатель можно сократить и получаем значение, равное 1. Упростим следующее выражение. 1 делить на 1 плюс тангенс квадрат β. Прибавим 1 делить на 1 плюс катангенс квадрат β. Мы знаем, что 1 плюс тангенс квадрат β – это и есть 1 делить на косинус квадрат β. А 1 плюс катангенс квадрат β – это и есть 1 делить на синус квадрат β. Тогда, подставив данные дроби в знаменатели дроби, мы получаем следующее выражение. И, выполнив преобразование, мы получаем косинус квадрат β плюс синус квадрат β. И значение данной суммы равное 1. Чтобы упростить следующее выражение, мы воспользуемся формулой квадрата суммы и квадрата разности двух выражений. Тогда распишем первую формулу. Это и есть tan²α плюс 2tan²α умножить на ktan²α плюс ktan²α. И от данного выражения мы отнимаем следующее выражение. Причем второе выражение мы запишем внутри скобки для того, чтобы не потерять знаки при раскрытии. tan²α минус 2tan²α умножить на ktan²α плюс ktan²α. Но мы знаем, что tan²α умножить на ktan²α равно 1. Значит, выражение принимает вид tan²α плюс 2 плюс ktan²α. И раскрываем скобки. Минус tan²α плюс 2 минус ktan²α. Приводим подобные и замечаем, что tan²α и минус tan²α взаимно уничтожаются. И ktan²α минус ktan²α также взаимно уничтожаются. И у нас остается значение, равное 4. Таким образом, сегодня на уроке мы применяли взаимосвязь между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом углов α и 90 градусов минус α при упрощении тригонометрических выражений. На этом наш урок завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok